Всем привет, всем привет, всем привет и спасибо за то, что смотрите и слушаете мои удивительные монологи. Отвечайте на них с помощью комментариев. Комментарии мне читать очень интересно, так что пишите. Это все не зря, это все идет всем нам в плюс. Почему, я понятия не имею, но я уверен, что это так. Ну и спасибо всем тем, кто материально поддерживает канал. Это тоже очень приятно, очень здорово. Ну а кому же не приятно-то? Всем это приятно и вам приятно, потому что дающий получает радость даже большую, чем берущий. Это не я сказал, это мудрость веков. Ну а сегодня я опять не про Motorhead буду говорить, потому что я терпеть не могу эту группу. Точнее, ну что значит терпеть не могу? Мне она скучна просто. У меня были все, по-моему, альбомы Motorhead на виниле. Я пытался вникнуть в эту замечательную музыку, не вник. А вот Женя Федоров с группой Tequila Jazz, он вник в эту музыку, потому что, когда Motorhead приезжали в наш город и играли на стадионе, по-моему, в юбилейном они играли, если мне память не изменяет. Давным-давно это было, еще в какие-то девяностые, когда все можно было, когда можно было все вообще. И Tequila Jazz играли, по-моему, перед Motorhead. Или я что-то путаю, или я что-то путаю. Tequila Jazz играла перед Sonic Youth в манеже кадетского корпуса, я помню, было такое дело. И может быть даже и перед Motorhead. И Женя был очень впечатлен, конечно, игрой этой группы. Ну, одно дело, когда ты в зале слушаешь ее, да еще и играешь на одной сцене, а другое дело на пластинке. На пластинке скучно. Поэтому я сегодня по многочисленным просьбам, идущим от вас, дорогие мои друзья виртуальные, покажу пластинку, про которую спрашивали мне неоднократно. Я очень люблю эту группу. Одна из моих самых-самых любимых. Я прошел вот, не буду говорить, всю свою жизнь, но вот ту часть жизни, которая до сегодняшнего дня была, я практически прошел ее с музыкой Jet Rotel. Впервые я услышал эту группу, когда еще учился в школе. И был это 1976 год. И я услышал пластинку «Tall to rock'n'roll what to young to die». И с тех пор все. Я стал просто безусловным, безупречным и преданным поклонником этой группы. И до сих пор люблю все, что делал Ян Андерсон. И делает, кстати говоря, очень здорово. И последние альбомы у меня есть, и последние альбомы, и ранние. В общем, все у меня есть, что касается Jet Rotel. Но «Thick as a Brick» — это то, что внутри. Это пластинка переиздания, ремастеринг Стивена Уилсона, которого я очень люблю, и как музыканта, композитора, исполнителя, и как мастера-ремастера. Человек, который делает удивительные вещи с классическим наследием так называемого прогрессивного рока, ремастрирует и даже глубже копает, и где-то там даже что-то пересводит из того, что было записано великими музыкантами группы Jet Rotel, и многих-многих-многих прочих, включая там Умерсон, Лейк и Палмер, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, человек очень увлеченный, преданный так называемому прогрессивному року, и знающий свое дело. Так вот, это, конечно, переиздание, как я уже сказал, да? Дело рук Стивена Уилсона. Оригиналов у меня перебывало в коллекции не помню сколько, я не помню, какая по счету эта пластинка у меня Сыка-Зебрих. Ну, это беда любого меломана, или, точнее, не беда, а радость любого меломана, потому что одни и те же пластинки очень много раз появляются в коллекции. Альбом 1972 года издания. Записывали его в 1971-м, после большого тура. С материалом альбома «Акваланг». «Акваланг» считался у МАЗ концептуальным альбомом, что приводило в изумление Яна Андерсона, потому что он не считал его концептуальным альбомом. И «Акваланг» – музыка достаточно тяжелая, гитарная. А Андерсон говорил уже тогда, что он не очень стремился исполнять тяжелый гитарный рок, хотя концерты «Джет Ротал» ранние, они могут посоперничать в звуке с «Блэк Саббат» и с любой тяжелой гитарной группой того времени. Спокойно совершенно. Но Андерсон говорил, что он не специалист в этой области. Конечно, играем, но большого удовольствия я от этого не получаю. И стремился все время, хотя начинали они с блюза, и он любил безумно всю дорогу и любит до сих пор классический блюз. Но он стремился все время к фолковому звучанию, хотел не то, чтобы облегчить музыку, она у него никогда не была легкой. Даже в самых фолковых альбомах она все равно очень плотная по звучанию. Но стремился уйти от такого гитарного тяжеляка, потому что рядом были «Ледзеппелен», у которых это гораздо громче и мощнее получалось. И как-то это было не очень в характере Андерсона такая музыка. В то же время мода пошла на концептуальные альбомы из двух, трех, четырех песен, грандиозные полотна типа «Ес», там «Дженесис» и много-много, масса групп была и в Англии, и в Америке в то время, которые играли вот эти концептуальные произведения. Их очень много, большинство из них никому неизвестно. Я вижу очень много пластинок, сейчас выходят переиздания, такие потерянные рок-оперы. 70-го, 71-го, 72-х годов. Их достаточно много, и кое-что у меня есть, я покажу обязательно. И Андерсон, он вообще человек очень умный, и с юмором относился к этой всей истории, концептуальных альбомов, потому что, ну, это все-таки рок-группы. Кто это такие? «Ес», «Дженесис», вот кто это? Это волосатые парни в джинсах, которые выходят на сцену с электрогитарами, изображают у себя рок-группу и являются, по сути дела, рок-группой. Но при этом стремятся выглядеть, как большие академические классические музыканты. И здесь происходит нестыковочка, все равно нестыковочка, потому что это не классическая симфоническая музыка, все равно, как ни крути, с каким бы мастерством вы ни играли на электрической гитаре. И, с другой стороны, на рок-н-ролл это тоже не очень похоже все. И какой-то, как говорят, когнитивный диссонанс возникает у многих слушателей. Хотя музыка очень красивая, очень все здорово, я с удовольствием слушаю эти все концептуальные, так сказать, в кавычках вещи. И Андерсон решил ответить на происходящее, с одной стороны, с другой стороны, все-таки следовать в тренде, потому что хотелось всегда, чтобы пластинки слушали и покупали. Всегда это, любой музыкант, ни один музыкант не скажет, что мне наплевать, как будет продаваться эта пластинка, если скажет, то соврет. Так же, как и писатель, и актер, и режиссер. Все делается для людей, для того, чтобы смотрели, читали, слушали и покупали, кстати говоря. Тоже важно. Но, поскольку Андерсон назначился с иронией к тому, что он слышал вот эти грандиозные полотна, он решил записать все по-своему. И получился удивительный альбом, который считается и по праву считается одним из лучших альбомов так называемого прогрессивного рока 70-х годов. Действительно шикарное совершенно полотно. Критики пишут абсолютно неправильно. Они уцепились за слово пародия. И очень много я читаю в интернете рассуждений. Так это же пародия, это Стебалова, это все несерьезно, это хихоньки-хахоньки. Абсолютно нет. Абсолютно. Это никакая это не пародия на концептуальные альбомы, это самостоятельное, серьезное, умное произведение. Просто Андерсон издевался над вот этими грандиозными рок-группами с грандиозными пластинками, показывая на сцене песни из альбома «Сык и за брик», точнее одну песню. Здесь всего одна песня на две стороны. На компакте она вообще монолитна, а здесь она разрезана на две части. Они выступали, просто музыканты, в клоунских костюмах, делали невероятное шоу в стиле Монти Пайтон, чуть ли не живых лошадей в зал запускали. В общем, прикалывались как могли и прикалывались над тем, что музыка-то на самом деле не такая, если подходить с точки зрения академического музыканта, не такая уж она и сложная. Вот все эти концептуальные построения, рок, вот эти вот грандиозные штуки, они красивые, они сложные, но они абсолютно не дотягивают до классических, настоящих, серьезных симфонических работ. Ну нет, ну другая школа игры, другое все. Ну нет, не то это, не так. И Андерсон с товарищами очень весело представляли эту свою программу. Кстати говоря, есть ряд симфонических коллективов, которые играют симфоническую музыку весело, бодро, здорово, без фраков, без манишек, а там в джинсах, в свитерах и вовсю наяревают, очень здорово получается. И Андерсон так и делал, на самом деле, так что это никакая не пародия. Пародия – это в отношении, это в отношении к пафосу, ложному пафосу рок-н-ролла. Ну все, наверное, знают, да, что тут шутки начинаются с самого начала. Якобы материал написал Джеральд Босток, вот этот мальчик. Всю вот эту грандиозную поэму под названием «Идиот». Ну, значит, тыка за брик, то есть тупой, как кирпич, на самом деле просто болван. Поэма серьезная. Ну, написал-то, конечно, все Ян Андерсон, но подал это так, как будто вот этот мальчик написал, целая газета про него вышла, он там выиграл конкурс поэтов, потом его дисквалифицировали за то, что содержание его поэмы противоречило основам морали и нравственности Англии и вообще всего прогрессивного человечества, поскольку Андерсон всегда показывал свое негативное отношение к происходящему в мире. Так или иначе, он все равно подъезжал к этому. Но, тем не менее, музыка здесь замечательная. Одна песня, которая состоит из множества частей, потому что Андерсон писал не сразу все, он писал по кусочкам, приходил в студию, приносил написанный с утра кусочек, музыканты его репетировали и соединяли все эти вот кусочки в единое монолитное полотно и невероятной красоты получилась музыка, невероятной. С первого взгляда многим она кажется сложной, хотя на самом деле она не сложная достаточно. Она очень прямая, сыграна блестяще, все партии сложные, серьезные, но так, чтобы завернуться и там что-то копаться. Нет, у Андерсона есть гораздо более сложные аранжировки в поздних альбомах, там в той же самой, там и Минстровый галерий, и Сонгс фон де Вуд, и вплоть до Рок Айланд, и Бродсворд энд Биаст. Там гораздо серьезней, глубже аранжировки, наворочений. А здесь все достаточно прямо, читаемо, но безумно красиво, в разных стилях. И такие хорошие мелодии, такие ясные, такие понятные, причем все это с драйвом, все это с темпом, с подачей, все это рок. Это рок. Это не попытка изобразить из себя симфонический оркестр. Это рок-группа, которая играет сложную, интересную из 12 или 14 частей песню, которая длится 40 с лишним минут. Очень круто. И, знаете, я был на концерте, на одном из концертов Джет Ротал, вот не нынешних лет, а лет 20, наверное, назад или 15. И когда Андерсон заиграл «Начало», вот эта самая песня начинается с такой акустической, как бы, баллады. Вот когда первые фразы, вот эти «really don't mind», «really don't mind if you sit this one out». Зал просто замер, выдохнул. Многие встали, аплодисменты, у меня прямо слезы навернулись. То есть я не верил своим ушам и глазам, что я увижу и услышу это все живьем. И вот эта акустическая баллада, красивейшая, которая идет в начале кусочек, переходит потом, мажорная, переходит в минорную часть. Вот эти вот там слова начинаются... Не найти мне их. Переходит в минор, потом пошла электрическая часть, жесткая, громкая, со стебом соло на клавишах. Такая ирония в этом. Вот это уже чисто издевательство над прогрессивными группами. Когда клавишник играет соло, просто безумное такое, то, что называется, из-под волос. И потом идут квазисимфонические такие тутти-удары. Тум-тум-тум-тум. И все вот это в куче. И все вот это... Но это не пародия, опять-таки. Это демонстрация того, что все вот эти сложности, они играются. Они играются. Ничего в этом сверхъестественного нет. Но поскольку Андерсон мега талантливый человек и композитор, невероятно красиво, умно, со вкусом, в разных стилях, все это соединено. Это могло бы убить эклектикой, но это не эклектика. Это на самом деле такая цельность в этом есть. Там и фолк, и джаз, и рок, и марши, и средневековые какие-то такие вещи. И все это вместе, потому что музыка едина. И Андерсон продемонстрировал это блестящим образом совершенно. И недаром этот альбом считается одним из лучших в так называемом прогрессивном роке. Андерсон потом говорил, спустя много-много лет, что он не считает этот альбом лучшему Джет Ротал, но играть его безумно приятно. И вспоминает он его с невероятной теплотой. Очень хорошая пластинка. И я пошел пить. Пока.